Мяч, его команда подкатывался, подкатывался с нарушением правил. Хорошо, что нет карточек. Пока вот там матч, и карточек у футболиста Долгомотива. И какая атака! И рикошет, посмотрите, от газона. На последних секундах первого тайма Макалистер выводит свою команду вперед. Сантастика! Из ничего буквально этот мяч родился. Ну, просто из ничего. Как так можно на последних секундах? И как так можно было не забить Рокола? Ладно, хотя бы один момент организовать его из тех восьми, которые у него были. Ну, были вы. Еще раз мы смотрим. Может быть, немножко и рукой себе подыграл в этом эпизоде, как показалось. Он подыграл от Сатиани. Очень легко, смотрите. И сделал все, что было нужно. Попал, и как ударил. Да, Овчинникову было сложно при искусственном освещении этот момент прочитать. Все, видны Мовчинникову, подсказал, что надо отыгрывать назад головой. Но так бы хладнокровно сыграли в чужой штрафной. Было бы намного интереснее, намного радостнее. Назад. Ой-ой-ой, какой гол! Но просто компенсация за все невезение, которое было у Локомотива в первом тайме. Сейчас подарил им, просто подарил Турбьерцин мяч. Жалко, конечно, вратаря по-человечески, но нам нужна сегодня по делу. Ну, поэтому и говорят, никогда не откатывайте вратарю с Турбьерцин. И он-то, конечно, ну, наше счастье, что он стал мяч в поле выбивать. Ну, выбей в другое место. Ну, было бы, как это говорится, счастье, да несчастье помогло бы, правильно? Или наоборот? Ну, еще раз смотрим, ну, просто чудеса. И какой гол забил Дмитрий Лосков, самый курьезный гол в его карьере. Универсальный у футболиста левый и правый на голове от одинаково ярко и головой забивал. Забивал ли он? Ну, теперь, я думаю, что прессом... Теперь немножко полегче, конечно, будет. Но, хотя, если будет, не дай бог, сколько вот там народа вратарского скатилось. Дополнительные трудности Овчинникова. Подсказал он Круглёву смотреть сзади. Миллер разыгрывает мяч с партнером. Что дальше? Шотландец. Бьет противоход, и какой гол забивает? И 2-1. Тот же самый счет, что и в Норвегии две недели назад. Фантастика. И опять Локомотив пропускает довольно много. Ну, какой же шестой мяч подряд? В самую девятку. Затем мяч Овчинников не сумел до него дотянуться. Потрясающий разгрызм мячом. Просто вроде бы все так просто, да? Ничего сложного. Просто как все великое. И как было все так? Из-под великого. Кто-то там пригнулся, по-моему. Вот мы смотрим момент. Вылетел из-под стяни мяч. Он не пригнулся. Просто из-под него не успел увидеть. Вот все. Чарльз Миллер. Кто мог подумать, что так будет? Может быть, за счет этого и мяч чуть-чуть погасил скорость. Ну, летел мяч в нижний угол. Вновь Круглов. Подача, удар и гол! Малхаз Ассатиани. Ну, обидно. Обидно было бы просто. Просто обидно дострелся, если бы... Локомотив все закончил бы на минорной ноте. А так... Наконец-то сработало это. Подача Круглова и удар Ассатиани. И как быстро, как быстро ответил Локомотив сопернику. Угловой за угловой. Зуб за зуб. Око за око. Не больше и не меньше. Еще раз, и еще раз мы смотрим повтор этой передачи. Удар Ассатиани. Все классно. Все классно и 2-2. Вот вы третий. Объявляем автора забитого гола. Да не помешало. Мяч забил номер 30. Малхаз! И стадион в едином порыве. Фамилия Ассатиани. Другое настроение у болельщиков. Другое. Как сильно уверенно на ход себе прокидывал мяч сейчас нападающий. Гуренко. Который раз играет просто безошибочно. Так хоть. Не теряйте. Не теряйте вы мяч попуску. Не теряйте. Две минуты дополнительного времени. И еще одна голевая ситуация. Ну забивай же Белеледина. Ну наконец-то. Наконец-то. Можем мы поздравить Локомотив с выходом в групповой этап. Куэфа. С четвертой или с пятой попытки выход 1 на 1 увенчался голом. С чем мы поздравляем футболистов. И вы знаете, не видели вы сейчас этого, дорогие друзья. Владимир Штреков, колонцов к атаке, наблюдавший у границы технической зоны после того, как забил все-таки Белелединов. Ну настолько сгорбился и так вроде бы радостно, но в то же время настолько тяжело и бессильно воврет свое место. Вот словно гора у него с плеч упала, действительно, но играла эта команда сегодня просто здорово. Просто здорово в атаке в отдельных моментах. Если бы Локомотив собраннее подошел, бы ответственнее, но не было такого второго тайма. К середине первого. Все вопросы уже в этом противостоянии должны были быть сняты. Да, конечно, но это...